Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый весенний сезон, который продлится с 12 по 19 декабря. Кстати, на сайте разработчиков висит анонс обновления под номером 17, но это обновление я так и не увидел в магазине Майков, так что о нём подробнее я расскажу уже на момент выхода. Вкратце в игру будет добавлено 8 новых автомобилей, пару новых ремиксов и новый режим Элиминатор. Это такой аналог королевской битвы Forza Horizon 4 на 72 игрока. Пока я плохо представляю, как это будет выглядеть в мире гонок, в общем ждём. Ну а теперь подробнее о сезоне. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете Diablo GTR, а за прохождение на 80% Lotus или с 5-го года. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете Авинтадор 12-го года, а за прохождение на 80% Ferrari 250 DR. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против дрейватаров уровня опытной его личной гонки Вест-Энд Эдинбурга вы получаете Buke G6. За первое место против дрейватаров уровня опытной в кольцевой гонке в садах Принцесс-Стрит вы получаете Volkswagen IDR. За первое место против дрейватаров уровня опытной в спринт-кроссе в холмах Белой Лошади вы получаете Ford Raptor 11-го года. За первое место против дрейватаров уровня непобедимой в командном ролейном спринт-кроссе в Котсуолсе вы получаете Chevy Impala 96-го года. И за первое место в чемпионате весенних игр вы получаете Pontiac 73-го года. С чемпионатами всё, теперь я расскажу вам, как прийти новые сезонные выходки. Первая выходка называется Сады. Это скоростной участок, в котором вам необходимо удерживать скорость больше 156 км в час. Здесь вам понадобится быстрый автомобиль с хорошим управлением на грунту. Я прошёл это испытание на Хуниганфорт Эскорт. Следующая выходка называется Кэт Беллс. Это полицейский радар, в котором вам необходимо набрать скорость 250 км в час. Здесь вам понадобится быстрый автомобиль с хорошей поворачиваемостью. Я прошёл это испытание на Ламборгини Центенарио. Последняя смелая выходка называется Бассейн. Это знак опасно, в котором вам необходимо набрать 244 метра. Здесь опять же подойдёт быстрый автомобиль с хорошей управляемостью. Я не стал ничего выдумывать и прошёл это испытание на Ралли Файтер. С сезонными испытаниями всё. Теперь я расскажу вам, как пройти новый недельный форзофон. Первое испытание называется Субботний клуб. Для его выполнения вам понадобится автомобиль Ягуар XJ220. И всё, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется Табун под капотом. Для его выполнения вам понадобятся грунтовые спринт-кроссы. Ну а потребуется от вас выиграть три заезда от грунтового спринт-кросса. Следующее испытание называется Очень полезный мотор. Для его выполнения вам особо ничего делать не придётся. Необходимо просто проехать 32 километра на Ягуаре. Последнее испытание называется Рождённый для превосходства. И здесь ничего сложного тоже нет. Для выполнения этого испытания вам необходимо набрать скорость 354 километра в час. С испытаниями всё, теперь я расскажу вам о наградах. В этот раз в магазине Хорайзен можно купить три легендарных новогодних шмотки. Это легендарный оленей нос, легендарная шляпа эльфа и легендарный костюм Санты. Но главного биза, как вы поняли, уже нет. До конца декабря каждый день в магазине Хорайзен будет выдаваться бесплатная тачка. Так что не упустите момент пополнить свою коллекцию. Ну а на этом всё, друзья. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий.